Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 29 августа После предположения немедленно отступать до Телина и после наступивших, после того нескольких дней колебаний, теперь окончательно принято, кажется, решение не оставлять Мукден и, может быть, даже перейти в наступление. Скептики на это говорят словом все то же, что было под Дашичао, Хайченом, Аньсянцзяном, Ляояном. На это возражают одним словом – терпение. Оставляя в стороне вопрос, кто прав и где истина, вопрос, на который я как не специалист ответить не могу, интересно просто выяснить самочувствие армии, офицеров и штаба. Я всматриваюсь в лицо проезжающего мимо окон вагона командующего. Его железное лицо непроницаемо, глаза умные, бессознательно тянет к нему всю душу. Так и веет от него безукоризненной чистотой души и помыслов. Это человек, гражданин, и что бы ни случилось, таким он и останется, таким перейдет и в историю. Иностранцы говорят, план с Куроки не удался, но то, что Куропаткин выступил тогда из Ляояна, это больше победы. Опоздай он на один день, и сообщение ваше было бы прервано в то мгновение, когда патроны и снаряды ваши были бы в дороге. Отступление к Мукдену, искусство, с каким первый корпус был спасен и не отрезан, все это будет достоянием истории. И стандарт говорит в том же духе. В чем же дело в таком случае? Во всяком случае дело не в командующем вашем, и иностранцы больше ни о чем говорить не хотят. Я вижу офицеров армии. Волной приливают они, волной отливают. Все новое и новое, но кажется, что все те же толпятся они серой толпой у буфета на платформе. Серые, грязные, загорелые, на своих передовых позициях. С виду грубые, неинтересные, но, всматриваясь в них, вы часто чувствуете то же, что чувствуете, смотря на сестер милосердия и докторов. Вы чувствуете уважение к этому человеку, как к человеку труда, человеку, исполняющему свой тяжелый долг, как к человеку в этом долге, черпающему свою силу. Может быть, он не всегда на высоте своего положения в смысле искусства. Может быть, и не он виноват в этом. Но платится за это он. Он рассчитывается, так сказать, наряду с другими он. И, может быть, и прежде других. Сегодня Сергей Иванович опять весел и доволен. Дорогой мой, смеется он, и белые острые зубы его сверкают. Я опять верю и счастлив. Ей-богу же! Я был только что у солдатиков. Так хорошо у них все налажено, как будто ничего и не было. — Победим мы? — спрашиваю. Облизывает ложку, смотрит на небо и опять ест, как будто и не слышит вопроса, и не его это дело. — Ну, разве же, дорогой, это не прелесть, не славянская натура? Вы, конечно, скажете, что меня опять одолевает уже какое-то славянофильство, что я хвастаюсь всем, чтобы только продолжать ощущать всю сладость усыпления. Сергей Иванович вздыхает, садится и меланхолично говорит. — Может быть, и так. Но, дорогой мой, если я и проснусь, наконец, благодаря нечеловеческим усилиям над собой, то что с этого толку? Я один среди всех остальных спящих? И не лучше ли проснуться всем вместе? Вот вам новости. Наше положение теперь лучше лучшего. Мы выровняли наш фронт. Мы, наконец, стоим тылом к северу и фронтом к югу. Наше левое крыло в сорока верстах от Мукдена, на восток, в Фушуне, где каменно-угольные ветви и копи. Ну что еще вам сказать? Говорят, японцы хотят отдыхать целый месяц. Говорят, они даже совсем не хотят идти на Мукден. Куроки окончательно пропал. Довольны вы? Да. Приехал Андрей Петрович из Владивостока и рассказывает много интересного. Он придет к нам есть наш суп а-ля казак. Очень рад. У нас теперь своя кухня. Три конвойных казака варят нам два раза в день суп а-ля казак из куриц. Это такой суп, которому позавидует всякий. Его ставят нам на стол в черном котелке. У нас деревянные ложки и даже тарелки деревянные. Прекрасный, ароматный навар. В супе, кроме куриц, картофель и рис. Мы съедаем тарелку, мало, две, едим курицу с солью и с хлебом и едим до тех пор, пока не наедимся. Может быть, со временем нам надоест и этот суп, и эти куры, так что до конца дней наших мы больше уже не будем есть этот суп, а на кур даже живых, иначе как с отвращениями смотреть не будем. Но это все потом. А теперь мы отлично себя чувствуем и с признательностью смотрим на открывшего нам эту Америку. Лыка. А он, красный и широкий, смеется, точно пускает фонтан воды и в десятый раз повторяет, «Я смотрю на них, как они ходят к иностранцам, тратят по 10 рублей в день, гнут спины перед лакеями, а я себе ем да ем, ем да ем». И Лыка заливается веселым смехом. «Они себе ходят в вагон иностранцев». И так далее. И опять веселый, подмывающий взрыв смеха. «Да мы никуда теперь не ходим», замечаю я. «Мы все четверо сидим за моим маленьким складным столиком, на котором я пишу все время свой дневник, и едим наш суп. Мы никуда не ходим. К нам приходят. Слава о нашем супе растет и распространяется, и редкий день нет у нас гостей. Иногда на десерт нам подают виноград, груши, яблоки. Конечно, это все не то, к чему привыкли мы в Крыму. Здесь во всем этом, как и в редиске, один и тот же привкус нашей твердой капустной кочерыжки. Но и это имеет свою прелесть. Кочерыжка напоминает нам наше детство. Ясный осенний, слегка морозный уже день, когда гулка несется отчетливый треск от шинкования капусты и кочерыжки одна за другой летят в кучу. Можно выбрать любую, очистить ножом и есть ее, любуясь безоблачной негой осеннего дня. Если большой парадный обед, мы посылаем вагон иностранцев за пивом. Дешево, свежо и вкусно. Мы купили сразу десять куриц, они живут у нас под вагонами, а к вечеру сами залазят в лукошко. Иногда бывают маневры, и наш вагон начинает двигаться. Тогда в их налаженном птичьем царстве начинается некоторая тревога, скоро, впрочем, стихающая. И опять мир, тишина и благодушие. Две курицы несутся. Мы их не режем, и каждое утро Михаил приносит мне два свежих яйца в смятку. А каждое утро великолепный петух, которого пришлось купить, радостно поздравляет нас с новым начинающимся днем. А какие милые эти три казака, наши хозяйки. Кто научил вас варить такой отличный суп? Ваши жены? Никак нет. Так что, сами научились. Ах, какие молодцы. Рады стараться. Сибиряки. Так точно. За поварство мы платим им по рублю в день и угощаем водкой. Завтра они поедут с нами в город с большими корзинами, и мы будем закупать всякой провизии. А, кстати, посмотрим Мукденский дворец. Мукден. Продолжение. Ну, если хотите, могу вам рассказать, как мы отступали со 101-го. Это значит 12 верст севернее Леояна. 21-го августа. Пожалуйста, давайте чаю. Михаил Алексеевич усаживается в моем купе, ему подают чай, и удовлетворенный всем, он начинает свой рассказ. Как вам уже известно, нашей узкоколейке было уложено около 20 верст. Главной целью я была перевозка осадных орудий. Два раза мы их перевозили, но так и не пришлось установить их. Командир 10-го корпуса несколько раз сказал мне, ах, какое несчастье, если бы мы знали, как вы нас огорошили. Всех орудий было 22. В первый раз выгрузили их и пять дней выбирали позицию. Затем был приказ спешно нагрузить их опять на платформы и отправить на север. Грузили спешно, не соблюдая, конечно, аранжировки, так что, когда вторично, 19 августа, было приказано их опять поставить, то пришлось прежде всего их выгружать, прилаживаясь часть к части, и это успели бы сделать, но в 4 часа утра, когда назначено было к отходящему из Янтая поезду прицепить орудие, генерал Холодовский чем-то был отвлечен, и в конце концов и на этот раз поезд ушел без орудий. Несколько часов опять пропало. Но, словом, говорить обо всем теперь неудобно. Когда привезли наконец орудие, то было уже поздно, это место уже обстреливалось. Выгрузили было спешно два орудия и сейчас же назад нагрузили и увезли. командующий сказал генералу Холодковскому «Очень, очень жаль, что осадная артиллерия не работала. Буду надеяться, что в следующий раз она будет действовать». А? Ну, хорошо. Но наша узкоколейка все-таки сослужила службу. Перевезла 1100 раненых и выяснилось, что она отлично может провозить осадные орудия. Так, теперь я перехожу к нашему отступлению. 21-го вечером приезжает начальство по перевозке и говорит, что сегодня ночью в 3 часа мне дают 18 вагонов для укладки всего нашего переносного парка. Дали не в 3, а в 4. Благодаря второй роте 2-го железнодорожного батальона под командой поручика Адова образцовая рота дело у нас сразу закипело. В 6 часов утра начальство говорит, надо отправлять поезд. Умоляю и получаю еще полчаса. Приходят люди 3-го железнодорожного батальона. Подполковник говорит, положение крайне тревожное, не могу больше рисковать поездом, уезжаю. Треть имущество еще остается. Что делать? Выстрелы действительно уже совсем близко. Совещаюсь с Адовым и решаем уничтожить его. Лес сжечь, а буксы разбить. Начинаем бить. Вот капитан генерального штаба кричит, что вы тут делаете? Как это можно? Вы еще успеете вывезти? Нервы совсем упали. Я приказываю остановиться. Еду верхом в Янтай спросить распоряжение у нашего генерала Шевалье де-ля-ля-сур. А вы думаете, что еще успеете вывезти поездом? Уверен. Генерал приказывает отправить поезд на разъезд. Пока поезд готовили, я лег на траву и мгновенно заснул, так как две ночи уже не спал. Нашли меня и разбудили, когда поезд уже тю-тю. На дрезине я еду вслед. Приезжаю и грузим. К вечеру приезжает генерал Зарубаев. Дали мне еще роту. Еще к двум ночи нагрузили вагончики, инструменты, все рельсы, которые лежали в штабелях, так что остались только те двадцать верст, которые были уложены в пути. Много успели разбить букс? Пустяки. Ну, хорошо. Таким образом, поезд с ранеными и нашим материалом мы отправили, а сами с обозом выступили пешим порядком. А вы могли и поездом ехать? Если бы я поехал поездом, я бы, может быть, и не увидел никогда больше своего обоза. Ведь обоз третьей дивизии погиб. Вы послушайте, что только было и при мне, пока втянулся я со своим обозом в очередь. Едут все наперерез и слушать ничего не хотят. Что вы поделаете против орудия или парка или понтона? У меня одну арбу в щепке размололи. Поехал и я, и то в самом хвосте. Должен вам сказать, что отступили мы в общем от Леояна к Мукдену так быстро и в таком порядке, что это отступление несомненно перейдет в историю. Дух войска великолепный. Это, знаете, не поддается никакой логике, никакому учету. Кажется, как не упасть духом? Опять отступаем, а на плечах буквально наседает по пятам торжествующий враг. Нет. Едут, как ни в чем не бывало. Ведь это более ста тысяч одних лошадей. Едут в десять рядов. Ругань висит в воздухе. Это первый признак бодрого настроения. Теснота, давка такая, что яблоку упасть негде. И вдруг трах, шрапнель в тридцати саженях. Мгновенное мертвое молчание. Лица обозных надо было видеть. Точно застыли, глаза выпучили. Все вдруг привстали с козел и поехали рысью. Яблоку негде было упасть. И сразу нашлось место. И все как один поехали рысью. Так весь тот день нас и подгоняли. И днем это еще цветочки, а ночью низги, грязь, а уж где мостики. На одном с пяти утра ждали очереди до одиннадцати часов ночи. Это здесь уже около Мугдена в Семи верстах, на этой большой реке, как она, а, да, Хунхе. Какой-то полковник взялся распоряжаться и грозил, и ругался, и в конце концов скрылся куда-то. Следующая очередь мортирному парку, потом мне, потом казачьему обозу. Вдруг протискиваются артиллерия, выборгский обоз, понтоны. Всякий кричит свое, ругань, брань, проклятие. Самая неприличная брань так и висит в воздухе, стоном несется. Подлетает «Вперед!» «Да куда ж вперед?» спрашивает его. Он выхватывает шашку и кричит своему передовому «Вперед!» Тот по лошадям и в узкий переулок перед мостом врезывается орудие, за ним другое, третье, все это давится, крошится, крики, вопли. Первое орудие сбоку влетает на мост, мост без перил. Орудия и лошади и люди летят в воду, в конце концов и орудия ни одного фонарика, распоряжаться некому. Тогда я выступаю и заявляю, что так как я от дорожного управления, то принимаю на себя распоряжение. Сперва неохотно, но понемногу все они подчиняются. Я заставляю артиллерию отодвинуться и стать в очередь. Артиллеристы кричат «Мне должно быть отдано первое предпочтение, так как я еду прямо на позицию!» «Где ваша позиция?» «По ту сторону, Хунхэ!» «Но вам отлично известно, что существуют позиции и по эту сторону, и они первые явятся препятствием наступающему неприятелю, а как видите, он и на эти еще не наступает!» Выступает понтонный парк. «Я, говорит, должен ехать в голове всего обозы и наводить понтоны там, где нет мостов!» Все смеются, смеется офицер. «Дело в том, что наши понтоны так тяжелы, что сколько ни впрягай в них лошадей, они ползут всегда со скоростью черепахи и всегда в хвосте всякого обоза. У японцев понтоны вдвое даже еще легче, и потому действительно портативны. Кто-то, шутя, предлагает наводить понтоны через хунхэ. «Поспейте как раз для японской армии!» Острит другой. «Когда очередь доходит до моего обоза, все ждут, как я поступлю. Я приказываю своему обозу не переезжать, а остановиться на ночь на той стороне, уступив в следующем свою очередь. Это окончательно завоевывает мне положение, и дальнейшая переправа при свете костров, которые приказал зажечь, идет как по маслу. В пять часов утра я последний раз переезжаю реку». «И больше нет обозов?» «Ну, какой нет?» «Верст на двадцать еще есть. Это обоз только того корпуса, с которым я отступал, а таких дорог три на протяжении пятнадцати верст, а по ним по десять вазов в ряд двигается». «За ними по флангу отряд генерала Мищенко и вся наша кавалерия, охраняющая обозы, а там уже в нескольких верстах армия Куроки». «А кто же стрелял в вас?» «Из южной армии пока не подошли войска первого корпуса. Они издерживали напор с юга. Опасность была только в начале дня, а затем только от хунхузов была опасность, которые из гауляна стреляли в каждого отставшего, в каждого отошедшего в сторону. Однажды раздался вдруг выстрел из гауляна. Два казака, откуда-то приставшие к моему обозу, бросились гаулян из-за кос и привели двух китайцев с ружьями. Спрашивают меня, что с ними делать? У меня положительный язык не повернулся сказать расстрелять, лишить жизни этих двух людей, которые смотрели на меня. В это время едет какой-то полковник. Расстрелять! Казаки тут же выстрела и уже одни казаки опять выехали на дорогу, только поехали от нас. Так я больше не видел их. Как же вы питались? Выехали мы с места и ничего у нас не было. Ничего. Чаю, сахару просили из склада, говорят, не приказано. А потом их зажгли. Но ехали хорошо. Голодны не были. Вердеревский смеется. И никто из-за всего обоза не был голоден, а у меня у одного 120 человек, 300 лошадей. Что делать? На войне, как на войне. Здесь, говорят, под Мукденом уже на 25 верст выкашен весь Голян. Чем же вы питались? Дикими свиньями, дикими курами. Если бы хозяева оказались, я бы с удовольствием платил бы им и тройную плату, но ведь никого нет, из деревень все разбежались. Фанзы, настеж, сундуки разбиты, мебель переломана, иногда отличная мебель, комоды из их красного дерева, все в щепке, из самой Фанзы все дерево, которое на костры годится, выломано, а сзади нас стая хунхузов добирает остатки. В Янтае стоят горы сухарей, рису, просил дать, ничего не дали, получено строжайшее приказание сжечь. Ну что же вам еще сказать? Видели раненых ручными гранатами, которые японцы бросают, когда идут на приступ. Сильные ожоги, черные, раны очень мучительные. Теперь уже весь обоз наш в безопасности. Отступление удалось так, что ей не снилось. Наступает вечер. Михаил Алексеевич и я молчим и смотрим в окна. Еще один день, последний день тяжелого для нас августа, плохой и грустный, уходит вечность. Нежные тона, полутона в небе на земле, далекие рощи еще дальше отодвинулись и замерли в общем покое и тишине. И только звонко, надрывая душу, несутся звуки похоронного марша. Это хоронит молодого офицера Хвощинского, убитого хунхузами. В окно нам видна процессия. Медленно, тяжело движется она. За гробом, который везут на двухколесной арбе, идут его товарищей по гвардии. Многих уже нет из них, молодых, полных жизни, тех, которых так весело, так шумно провожала нарядная толпа на петербургском вокзале. Его тело везут в Петербург. Свинец нашли, но залить нечем, и тяжелый запах достигает даже окот нашего вагона. Он получил восемь пулевых ран. Оказывается, он один и был только убит. Шесть казаков, бывшие с ним, успели ускакать. Он ехал впереди и курил папиросу, когда раздались выстрелы, и только потом пехота уже разыскала его тело. Успели ограбить у него деньги и часы. Он убит 24 августа под Янтаем. И какая трагедия. Он уже не прочел полученной в этот день телеграммы от матери. Дай весточку о себе, да хранит тебя Господь. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений том шестой Петроград издание товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует...